Данная информационная программа предназначена в том числе для людей с нарушениями слуха и зрения. В эфире Вести в студию Олеся Коряк. Здравствуйте. Для начала коротко о последних событиях в стране и мире. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А теперь все это и многое другое подробно. Дорогие машины, несколько квартир и полмиллиона леев на счету. Оказывается, таким достатком может похвастать не только успешный бизнесмен, но и председатель обычной родительской ассоциации столичного детского сада. Об этом рассказал директор Национального антикоррупционного центра Богдан Зубряну на заседании парламентской комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку. Обсуждали тему, которая остается острой и болезненной для нашей страны – коррупцию в системе образования. Помимо НАД с отчетом и решениями по борьбе с феноменом выступили представители Министерства просвещения. Коррупция в молдавской системе образования не убавляется, а наоборот – процветает. За последние несколько лет сумма незаконных выплат практически удвоилась. При этом проблема наблюдается на всех ступенях образовательной системы, начиная от детских садов и вплоть до высших учебных заведений. Некоторые примеры этого негативного явления привел на заседании парламентской комиссии директор Национального антикоррупционного центра Богдан Зубряну. В ходе нашей последней операции мы задержали председателя одной родительской ассоциации известного столичного детсада. Мы обнаружили, что его имущество может вполне конкурировать с имуществом бизнесмена. 8 недвижимости, база отдыха, частная школа, более полумиллиона леев наличными и 10 автомобилей. Возможно, вы помните и случай в экономической академии. 60 профессоров учебного заведения антикоррупционные прокуроры подозревают в участии в коррупционных схемах. По словам Зубряну, ежемесячно в НАСС поступают около 12 жалоб относительно коррупции в учебных заведениях. Однако проводить аресты – не самый удачный метод борьбы с незаконными поборами, считает директор антикоррупционного центра. Основная причина – видимая нехватка учителей. А арест тех, кто собирает взятки, может лишь убавить привлекательность профессии педагога среди молодежи. Решение проблемы в проведении информационных семинаров, говорят в НАСС. Так, в последние 9 месяцев сотрудники центра провели более 25 встреч с двумя сотнями представителями администрации образовательных учреждений. На них рассказали о рисках незаконных поборов. Периодически центр вовлекает молодежь в информировании в школах и университетах о коррупции. О работе с молодым поколением рассказали и представители Министерства просвещения. Начиная с 2018 года была проведена реформа учебного плана. Так появились два новых предмета. Это личное развитие и общественное образование. Оба предмета помогают учащимся анализировать критические проблемы неподкупности. Были приняты в новой редакции регламенты по проведению выпускных экзаменов для гимназии и бакалавриата. А учителям, чьи дети участвуют в олимпиадах, запретили быть в составе тех, кто проверяет результаты. Также в Минпросвете предлагают пересмотреть систему записи детей в образовательные учреждения и сделать более прозрачными затраты школ и детских садов. Свои предложения для искоренения коррупции в образовании высказали и депутаты. Я думаю, проблему надо решать хирургическим методом. Эту болезнь нельзя лечить медленно традиционными методами, вроде методологии или этического кодекса, о котором половина учителей даже не слышали. Может оставить работать ассоциации, просто запретить сбор денег наличными. А кто хочет, может их перечислять на банковский счет. А ряд депутатов раскритиковали действия Министерства просвещения. По их словам, некоторые решения ведомства привели наоборот – к укреплению коррупции. Регулярный процесс в учебных заведениях предполагает выделение каких-то бюджетов средств. Как вы видите, если учащиеся или его родители хотят проводить дополнительные занятия, за какие средства? Сейчас дети учатся до 12 часов, а после 12 часов они предоставлены сами себе, вот сейчас именно. Раньше, до вот этих арестов, раньше они находились в школе до 17 часов и были заняты полностью. Ранее проблемы в образовательной системе обсудили и в столичной мэрии. Исполняющий обязанности мэра Руслан Кадряну отметил, что директора многих детсадов пренебрегают электронной системой записи детей в дошкольные образовательные учреждения и продолжают собирать деньги от родителей. Также он осудил сотрудников колл-центра управления образования, которые выключали телефон горячей линии. Таким образом, родители не могли оповестить ведомство о фактах побора денег или других проблемах в школах и детских садах. Пожар вспыхнул минувшим вечером в дворе одного из столичных детсадов сектора Ботаника. С огнем боролись две пожарные бригады. Пламя охватило несколько метров трубопровода, теплоснабжение пострадала часть внешней стены здания. Что послужило причиной пожара специалистам еще предстоит установить. В службе гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций инцидент расценили как незначительный, а потому какие-либо проверки на предмет пожарной безопасности в дошкольных учреждениях столицы проводиться не будут. Далее новости экономической жизни страны. Два дня на погружение в тонкости молдавского предпринимательства. В столице открылся Молдороссийский бизнес-форум. Предприниматели из России будут знакомиться с местными производителями, налаживать сотрудничество и заключать контракты. Не меньше заинтересованы в укреплении экономических связей и молдавские компании, которым тоже есть что предложить. Подробности в репортаже Ольги Гриненко. На бизнес-форум в Молдову российский бизнесмен Сергей Бояркин приехал с конкретной целью. Здесь он рассчитывает найти партнеров и заключить контракты на поставку умных систем городского освещения, светодиодных светильников и другого электронного оборудования. На его производстве компания, которую он представляет, специализируется почти 15 лет. Особенно требований никаких нет, просто желание работать здесь на рынке, чтобы можно было производить продукцию, которая интересна и на европейском рынке, и только в Молдове. На бизнес-форум в молдавскую столицу съехались представители региональных российских компаний совершенно разными сферами деятельности. Одна компания у нас занимается упаковкой, которая очень может быть полезна молдавским предприятиям, производителям вина, производителям фруктов, различных других продуктов. У нас еще есть предприятие, которое непосредственно работает с промышленными предприятиями, которые производят сельскохозяйственную технику. Мы знаем, что в Молдавии этот рынок достаточно развит. Экономические интересы движут и молдавскими предпринимателями. Предложений для потенциальных бизнес-партнеров у них хватает. Предприятия должны вкладывать в экологические проекты для того, чтобы решить, в первую очередь, именно эту проблему, связанную с утилизацией. Мы предлагаем не утилизировать, а его переработать в товарную продукцию, используя для предприятия, конкретно с минимальными затратами и с максимальной выгодой. Сроки окупаемости таких проектов 2,5-3 года. Организовала бизнес-форум Торгово-промышленная палата Молдовы. Что касается программы, то она более чем насыщенная. Деловые встречи, переговоры, знакомства с работой молдавских предприятий. Для каждой компании из Российской Федерации будет иметь индивидуальную программу, визиты на предприятия, посещение молдавских предприятий, для того, чтобы они нашли уже точки соприкосновения между импортом и экспортом. О росте товарооборота между Молдовой и Россией и привлечении российских инвестиций говорил накануне и президент Игорь Дадон, подводя итоги своего официального визита в Москву. По итогам его встречи с Владимиром Путиным были достигнуты важные договоренности, одной из которых стала отмена российских таможенных пошлин на ряд молдавских товаров. Ольга Гриненко, Сергей Липодат, Вести, Молдова. Перейдем к политике. О дне тишины можно забыть. Агитацию в день выборов могут разрешить. Соответствующий проект поправок к избирательному кодексу одобрила юридическая комиссия парламента. Как отметила ее председатель Раиса Апольский, в принятом документе есть лишь одно исключение. Сегодня парламентская комиссия по вопросам права, назначениям и иммунитету единогласно поддержала предложенный демократами законопроект, касающийся электоральной агитации в последние дни избирательной кампании. Но хотя призывать к голосованию в день выборов разрешено, делать это придется с оглядкой на закон. Законопроект предполагает исключение запрета на электоральную агитацию в день выборов и накануне выборов. Исключением является территория избирательных участков. Также агитацию нельзя проводить на расстоянии менее чем сотни метров от них. Новыми правилами пополнят и кодекс о правонарушениях. В случае, если единственным условием пренебрегут, физическим лицам грозит штраф от 300 до 600 леев. Для ответственных лиц или электоральных кандидатов сумма составит от 1200 до 1500 леев. Законопроект должны вынести на голосование в парламенте до конца ноября, когда истекает мандат нынешнего состава. Законодательную инициативу разработали в соответствии с рекомендациями парламентской комиссии по праву на значениям и иммунитету, которая 31 октября одобрила отчет об анализе, экспертизе и оценке избирательного законодательства. Положение этого документа позволили аннулировать результаты выборов мэра Кишинел. Напомним, что 19 июня суд сектора Чентру отказался утвердить мандат избранного мэра Андрея Нестаси. Причиной послужил его призыв голосовать в день избрания. И снова об экономике. Перспектива развития бизнеса в Молдове привлекает все больше зарубежных инвесторов. За первые полугодия 2018-го чистый приток прямых иностранных инвестиций составил более 108 миллионов долларов. Для сравнения, за такой же период прошлого года размер инвестиций едва превысил 40 миллионов долларов, то есть оказался в 2,7 раза меньше. За период с января по июнь 2018-го общий приток прямых иностранных инвестиций в национальную экономику составил немногим более 175 миллионов долларов, а отток капитала более 66 миллионов. Рост капиталовложений впечатляет не только самим фактом. Это также гарантия новых рабочих мест и развития экономики. О других новостях со всей страны расскажем в нашей постоянной рубрике «Короткой строкой». Потеряться на просторах интернета в Молдове оказалось дешевле, чем в 189 странах мира. Согласно исследованию, которое охватило 195 государств, самым доступным интернет оказался на Украине – около 5 долларов в месяц. На другом конце списка – Мавритания, где доступ во всемирную сеть стоит бешеных денег – 768 долларов в месяц. Наша страна занимает шестое место. Ее обогнали Беларусь – пятое место. Пакет стоит почти 11 долларов. Россия на четвертом. Пользователи платят менее 10 долларов в месяц. Иран на третьем – немногим более 8 долларов. И Шри-Ланка занимает вторую строчку. Интернет стоит чуть более 5,5 долларов в месяц. Румыния находится на десятом месте. В среднем широкополосный пакет обходится в 14,5 долларов. Таможенная служба напомнила гражданам, что можно провозить без уплаты пошлин. Ведомство учло поток запросов и решило регулярно публиковать напоминания по самым часто задаваемым вопросам. Итак, согласно закону, физическое лицо может ввести в страну или вывести из Молдовы товары личного пользования стоимостью до 300 евро. В случае перелета или морской поездки финансовый порог составляет 430 евро. Однако при достижении порога гражданам придется доказать, что товар не предназначен для коммерческих или производственных целей. Все нюансы можно узнать, позвонив на информационную линию таможенной службы по телефону плюс 373-22-574-111. Старинным бандарным искусством удивляли гостей на празднике в Гагаузии. Там состоялся фестиваль вина. Опытный мастер продемонстрировал гостям процесс изготовления бочек от А до Я и открыл несколько секретов. Ремесленник считает древесину дуба лучшим материалом. Просушить его надо минимум 18 месяцев. А возраст дерева не должен насчитывать меньше 80 лет. Бондарь показал, как собирать бочку, ставить и подбивать обруч, смягчать материал и прочие нюансы. На фестивале свои подворья организовали почти все населенные пункты автономии. На каждом из участков показывали постановки на тему гагаузских обычаев. Мэр города Белц призывает горожан к сознательности, а чиновников к активности. Николай Григоришин обратился к местным жителям с предложением проверять качество ремонта дорог и не бояться сообщать о недочетах. Чиновников городоначальник попросил активизировать диалог с горожанами и оперативно проверять жалобы, причем не только по вопросу дорог. В этом году на восстановление дорожного покрытия в Белц выделено 25 миллионов леев. 15 из них перечислил дорожный фонд и 10 миллионов добавила мэрия. В лагере либералов кипит работа. Около тысячи человек ожидаются на внеочередном съезде партии, который состоится 1 декабря в одной из столичных гостиниц. Подготовка уже в разгаре. Партийцы провели заседание территориальных организаций и отобрали делегатов. Внесли изменения в программу и устав продолжается составление резолюций. На съезде, как сообщил зампредседателя ЛП Валерий Мунтяну, ожидают гостей из Румынии, представителей Альянса либералов и демократов соседней страны. Основная тема мероприятия – предстоящие выборы в парламент. Андрей Настаси выразил беспокойство высокими тарифами на тепло. В эти дни председатель партии «Платформа достоинства и правда» принимает участие в Конгрессе Международной ассоциации мэров франкоязычных городов. В социальных сетях он написал о нарастании тревоги по поводу плачевного положения дел в Молдове. Настаси посетовал, что власть преследует лишь собственные интересы и ищет выгоду для себя, при этом уничтожает демократию и манипулирует населением. В качестве самого яркого примера лидер ППДП привел невыполнение властями обещания о снижении тарифов на отопление. Продолжаем выпуск. Хотя за снеженных улиц и ярких гирлянд еще нет их помения, праздничное настроение подступит к нам уже с 1 декабря, а гарантирует его добрые зимние традиции. В столице на участке улицы 31 августа 1989 года между улицами Баналеску, Бадони и Пушкина откроется рождественская ярмарка. Распоряжение уже подписал вице-мэр Нистер Грозаву. За артистическую часть будет отвечать Министерство просвещения и культуры исследований, а техническую часть берет на себя мэрия. На ярмарке можно будет найти подарки на любой вкус и кошелек, елочные игрушки, кондитерские изделия, попробовать зимние напитки и не только. Власти сообщили, что со столбов уберут рекламные листовки, приведут в порядок освещения. Напомним, в прошлом году также были установлены карусель на 72 места и каток, что будет в этом, пока держат в секрете. Ну а далее пришло время поговорить об отечественном спорте. Первое участие в турнире и сразу успех. Спортсмен из села Чемешкиой занял третье место в чемпионате Молдовы по самбо среди кадетов. Для Александра Молдавана соревнование является дебютным в его карьере. Всего в чемпионате принимали участие более 200 спортсменов из городов Окница, Белц, Кишинеу, Бендер, Тирасполь и других населенных пунктов Молдовы. Еще о достижениях молдавских спортсменов и околоспортивных новостях в нашем традиционном обзоре. Чемпионом Гагаузии по футболу 2018 года стал клуб Умут-Лук. В матче с командой Тома и спортсменам из Камрата удалось одержать победу со счетом 4-1. Таким образом, общая сумма баллов Умут-Лук за всю серию игр составила 46 очков. Серебро в этом году досталось чемпиону прошлого сезона команде «Олимп», которой немного не хватило до чемпионства. В их активе 42 очка. Бронзу завоевал футбольный клуб «Томай», который набрал 37 пунктов. Восстановить заброшенные спортивные площадки в Белц намерен мэр города Николай Григоришин. Первоначальный транш для этих целей может составить около 5 миллионов леев. Средства планируют выделить из муниципального бюджета. На эти деньги будет благоустроено около 10 спортплощадок в разных микрорайонах города. Все они будут с резиновым покрытием, ограждением, баскетбольными, волейбольными и мини-футбольными полями. Также на них установят турники и брусья. Всего в Белц около 30 заброшенных спортивных площадок. Одержала победу всего за минуту. Боец из Гагаузии Дон Накель одолила свою соперницу из Казахстана в турнире «Иглстен». Наша спортсменка победила Евгению Белову уже в первом раунде, применив удушающий захват. Конкурентка не хотела сдаваться, однако во время приема она просто отключилась на первой минуте боя. Врачи привели Белову в сознание, но схватку она проиграла. Этот бой стал пятым в первой части турнира «Иглстен». Вдохновили собственным примером. Участницы юношеских олимпийских игр чемпионка Татьяна Солкуцан и Анастасия Мощенская встретились с воспитанниками детско-юношеской школы «Террасполя». Начинающие пловцы расспросили спортсменок об их тренировках и питании, о том, как живут настоящие чемпионки и как достойно пережить не только победу, но и поражение. Встреча продлилась около часа. Сейчас школьники готовятся к очередному старту «Золотая осень». Олимпийцы к участию в Кубке Молдовы. Оба соревнования запланированы на конец ноября. Сейчас короткая реклама, а сразу после этого продолжим говорить о главных событиях дня. Не переключайтесь. В эфире «Вести» мы продолжаем говорить о главных событиях дня. Далее перейдем к основным новостям из рубежа. На Красной площади в Москве сегодня прошел торжественный марш, посвященный 77-й годовщине военного парада 7 ноября 1941 года. В исторической реконструкции приняли участие около 5 тысяч человек – курсанты военных вузов, кадеты, кавалерийский почетный эскорт президентского полка и рота барабанщиков Московского военно-музыкального училища имени Халилова. По площади прошла историческая военная техника – танки, самоходные установки, катюши, автомобили, пушки, бронеавтомобили и мотоциклы. Организаторы постарались придать сегодняшнему маршу максимум исторической достоверности. Участники одеты в форму времен Великой Отечественной. А 75 лет назад советские войска под командованием генерала Николая Батутина освободили от фашистских захватчиков Киев. Это одна из главных операций Великой Отечественной войны. Церемония, посвященная знаменательной дате, в украинской столице вышла скромной. Однако в народной памяти имена настоящих героев, борцов с фашизмом, не забыты. Вглядываясь в фотографии военных лет, Бронислав Адамович вспоминает, как освобождал родной Киев. Семь наших танков по дну прошли. И когда они пали в атаку, мы шарабахнули ими из семи пушек. Изначально войска 1-го украинского фронта форсировали Днепр, южнее Киева, в районе Букринской излучины. Но переправа под сильнейшим огнем. Командование переносит наступление на север к населенному пункту Лютеш. Разведчик Владимир Ракимов одним из первых вступил на освобожденный право Днепровский берег. На плотах в основном мы первые форсировали. Или потом на лодках. Оборона, которую Гитлер считал несокрушимой, Красная армия прорывает за три дня. 6 ноября 1943 года в Москве прозвучал салют в честь освобожденного Киева. Это был салют первой категории и в истории страны он тоже прозвучал впервые. 324 орудия. Далее 24 залпа. У памятника освободителю столицы Украины генералу Николаю Ватутину, несмотря на многолетние угрозы радикалов снести монумент, круглый год живые цветы от благодарных киевлян. Обязательно приходят ветераны. Они придут к кому? Они придут к Ватутину. К своему командующему. 75 лет назад разведчик Владимир Ракимов и партизан Николай Куриленко дрались на одном днепровском рубеже. Сейчас один живет в Москве, другой в Киеве. И спустя годы они вышли на видеосвязь, чтобы вместе вспомнить героические дни освобождения города. Благодаря нашей дружбе мы победили фашизм. Я даже себе не представляю, чтобы Россия и Украина враждовали. Тот, кто делает нас врагами, он делает большую-большую ошибку и преступление. За освобождение Киева отдали жизни более 400 тысяч солдат и командиров Красной Армии. Их подвиги живых и мертвых в вечной памяти поколений. Новости из-за океана далее. Поражение Трампа и великий день для демократии. Так, американская либеральная пресса комментирует результаты промежуточных выборов в Конгресс. Подсчеты голосов продолжаются, но уже очевидно, что республиканцы впервые за 8 лет потеряли большинство в Палате представителей. Однако сохранили за собой Сенат. Возможности Трампа проводить собственную политику резко сокращаются. Но, несмотря на это, глава Белого дома назвал результаты голосования грандиозным успехом. Демократы все еще обозлены после сокрушительного поражения Хилари Клинтон и теперь без сомнения припомнят Трампу все. Обладая большинством, конгрессмены могут обязать президента предъявить налоговые декларации либо заставить членов его предвыборного штаба давать показания на слушаниях. А также демократы весьма вероятно захотят запустить против хозяина Белого дома несколько расследований с прицелом на импичмент. Сегодня дело больше, чем в демократах и республиканцах. Сегодня произошло восстановление конституционных сдержек и противовесов администрации Трампа. Сегодня конец свободного правления интересов богачей над Вашингтоном. Впрочем, победы есть и у республиканцев. Они не просто сохранили большинство в Сенате, но и упрочили позиции. А значит, Трамп может по-прежнему легко проводить свои кандидатуры с Саудей и утверждать по необходимости замены министров. Но сушать Вашингтонское болото, как того обещал Трамп, теперь будет гораздо сложнее. Возможно, поэтому он так сдержанно буквально в нескольких словах отреагировал на результаты выборов. Грандиозный успех сегодня ночью. Спасибо всем. Обычно вялотекущие промежуточные выборы в Конгресс, на которых голосовала лишь треть избирателей, на этот раз превратились в невероятно интригующее событие. Основная причина неравнодушия американцев к Дональду Трампу. Его или любят, или люто ненавидят. Интерес подогревали угрозами российского вмешательства. Журналистам показали специальный центр киберзащиты выборов с красной сиреной на потолке. Но на деле машины для голосования в некоторых штатах оказались не взломаны, а просто сломаны. Не включались. А вот на участке в штате Джорджия не хватило удлинителей, и машина выключилась, когда сели батарейки. А в Детройте шокированные избиратели обнаружили, что бюллетени опускать некуда. Сотрудники участка просто потеряли электронные урны. Это ужасно. Кто-то ведь всю свою жизнь отдал за то, чтобы я смогла сегодня проголосовать. А тут такое. Многие, отстояв в очередях, по часу, а то и по три, просто разворачивались и уходили. Я не думаю, что это случайность. Кто-то намеренно делал это. Иногда люди пытаются подавить голоса. Разделенный Конгресс зачастую означает недееспособный. Примерно в таких условиях работал Барак Обама. Не видя выхода, он проводил реформы в обход Конгресса своими указами. Возможно, такой путь выберет и Трамп, зная, что он напоминает бег по кругу. Ведь следующий президент может также легко все эти указы отменить. Другим темам на международной арене. В сирийской провинции Идлип российские подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты начали работать в демилитаризованной зоне. Спецтехника развернута на случай провокации с использованием химического оружия со стороны боевиков. Приборы способны обнаружить в воздухе почти 30 видов отравляющих веществ. В случае их применения эксперты определяют район атаки и туда будут немедленно отправлены специалисты химзащиты. Перенесемся в Европу. Польша планирует ввести запрет на въезд в страну иностранцев без действующей прививки от кори. Об этом заявил глава польского Минздрава. Привиться, возможно, заставит и иностранцев, уже работающих в стране. В первую очередь тех, кто контактирует с детьми. Ужесточение вызвано эпидемиологической ситуацией. В Варшаве и окрестностях зарегистрирована вспышка этого заболевания. Только за последние несколько дней диагноз корь врачи поставили 17 больным. Все они дети, которым не сделали прививки. При этом за последние несколько месяцев по всей стране зафиксировано 128 случаев кори. Это в два раза больше, чем за весь прошлый год. Сенсационную новость опубликовали британские СМИ. Оказывается, в королевстве 75 тысяч русских шпионов. Их подсчитали активисты местной некоммерческой организации общества Генри Джексона. Они не скрывают, что в агенты Москвы записывали всех подозрительных выкатцев из России. Например, тех, кто ел семечки на улице. На этом фоне в Солсбери вновь открылся ресторан, где обедали скрипали в день отравления. Заведение не работало с марта, поскольку там нашли следы нервно-паралитического вещества. Следственные действия сейчас завершены, как и очистка помещения от вредных веществ. Руководство ресторана уверяет, что он полностью безопасен. Итальянский ресторан «Зизи» был закрыт 8 месяцев с того момента, как полиция выяснила, что его в день отравления посещали скрипали. И только теперь британское министерство по охране окружающей среды решило, что заведение наконец может открыть свои двери для посетителей. Владельцы ресторана заявили, что выручка от первого дня работы пойдет на благотворительность. До этого по городу бродили слухи, что ресторан могут закрыть навсегда. Те, кто посещал его в роковой день 4 марта, всерьез напугали новичком и рекомендациями срочно отдавать одежду в стирку. Но вопреки этим опасениям, пострадавших от каких бы то ни было отравляющих веществ в Солсбери больше не было. До тех пор, пока в июне в городскую больницу не попали двое наркоманов, которые нашли заполненный ядом запечатанный флакон из-под духов. Также недалеко то место, где были найдены скрипали. Скамейки, на которой они сидели уже давно нет, здесь стоят торговые палатки. Но соседний па по-прежнему закрыт, потому что туда тоже заходил бывший двойной агент. Так что владельцам «Зизи» еще повезло, что им разрешили работать. Я заказала себе тонкую пиццу и лимонный торт. Очень вкусно. Надеюсь, теперь без отравления? Нет, что вы, все превосходно. Восхитительно, как будто отсюда не уходил. А вы что, здесь часто бывали? Да, часто. Не реже двух раз в месяц. Так что теперь более чем доволен. В британской прессе любят писать о том, как жизнь этого города нарушилась после отравления Скрипалей. Снизился поток туристов, упали цены на недвижимость. И все это якобы из-за загадочного покушения на жизнь бывшего полковника. Я думаю, все потихоньку восстанавливается теперь. Нас поддерживают. Будем считать сегодняшнее открытие своего рода тестом. Дезинфекцию и последующее открытие ресторана местные чиновники называют важным шагом на пути восстановления подорванной репутации этого города. И еще одна новость в завершении. В немецком городе Дармштадт открыли памятную доску великой княгини Елизавете Федоровне. Мемориальный знак установили на здании бывшего дворца принца Карла. Там, 154 года назад, родилась княгиня. Это их семейный альбом с оригинальными фотографиями. А все подписи сделаны Эрнстом Людвиком, братом Елизаветы. Внучка британской королевы Виктории, немецкая принцесса и русская великая княгиня, православная святая. Свою жизнь с Россией Элла связала по любви и стала Елизаветой Федоровной. С левой стороны огромный документ. Это разрешение на брак Сергея Александровича, пятого сына Александра II и Елизаветы. Составлено на двух языках, подписано императором. Кульминация празднования юбилея со дня рождения у дворца принца Карла. Правда, сегодня здесь управление пенсионного фонда. Но именно в этом здании родилась и выросла будущая великая княгиня. Переговоры об открытии доски шли полгода. Идея установки возникла в императорском православном палестинском обществе, которое Елизавета возглавила после трагической гибели Сергея Александровича в теракте в 1905 году. Великая княгиня тогда просила помиловать убийцу мужа. Любовь в стране, просто любовь и милосердие, это же вечные ценности. Мне показалось сегодня, вот в выступлениях, вы слышали, конечно, да, как раз это и прозвучало. Вот это нас и объединяет, особенно сегодня в этом таком кипучем мире, где мы иногда друг друга недопонимаем. Пускай Елизавета здесь нас снова объединяет. Елизавета Федоровна возглавляла больше 60 благотворительных организаций, основала Марфа-Мариинскую обитель в Москве. Поселившись там, княгиня ночами ухаживала за тяжелобольными, а днем трудилась наряду со своими сестрами. В ночь на 18 июля 1918 года Елизавета погибла от рук большевиков, была сброшена в шахту под Алапаевском. Святой преподобный мучениц молится сегодня и на ее малой родине. Икона Казанской Божьей Матери принадлежала Елизавете. И она привлекает так много всех. Вот кто просто заходит с первым делом, подходит к Казанской иконой Божьей Матери. Мозаики и фрески Воснецова, архитектор Бенуа. Над этой церковью трудились лучшие художники конца 19 века. Храм был построен на собственные средства Николая II для императрицы Александры Федоровны. Молилась здесь ее старшая сестра Елизавета. После революции Елизавете Федоровне предлагали покинуть Россию. Она отказалась, не понимая, как можно ехать в Германию, которая воюет с ее страной. Всей своей жизнью Елизавета доказала, что истинное милосердие и вера не имеют национальных границ. Таковы вести к этому часу. С вами была Олеся Кайряк. Оставайтесь и далее на нашем канале. И до встречи в эфире. Вы посмотрели информационную программу, предназначенную в том числе для людей с нарушениями слуха и зрения.